А знаете вот что в этом мешочке? В этом мешочке то, что сейчас творится в мире. Вы знаете, да, что здесь? Я никогда не подумал бы, что такой контент будет на моем канале. Послушайте, пожалуйста, внимательно, не разжигайте ненависть. Ребята молодые, те, которые вообще не шарят, сначала проверьте все, подумайте, а потом пишите. За моей спиной находится Салсповский мемориал. Во Вторую мировую здесь был концлагерь. Здесь убили 56 тысяч человек, в том числе включая детей. То, что я сейчас вам расскажу, я понимаю, что мало что изменит. Но я не могу больше это держать в себе и хочу вам это высказать. Хочу сразу сказать, что это лично мое мнение, лично на моем YouTube-канале и лично в моих соцсетях. Моя семья не знает, что я записываю это видео, но они видели, как я переживаю. У меня две дочки, 5 и 16 лет. Я очень люблю свою семью и своих близких. И не хочу, чтобы когда-то, либо в жизни они видели ужасы войны. Нет плохих наций, есть плохие люди. То, что сейчас происходит, это катастрофа. Последствия будут ужасными. Я буду говорить простым языком, чтобы большинству было понятно. Тем более, что я сам простой человек. Мир это самое драгоценное, что может быть у нас. Он гарантирует нам жизнь. А жизнь бесценна. Я был в Украине в 2019 году с своими друзьями Андрюхой и Петровым. Нас приняли очень тепло, нам помогали. Мы катались на мотоциклах. Я был в Украине в 2021 году, совершенно недавно, в сентябре. Я перегонял мотоцикл из Одессы до Киева. Что самое интересное, я ехал на мотоцикле с российскими номерами. И никто меня нигде не подрезал. Люди помогали. Люди показывали дорогу. И все было адекватно. Меня в Киеве снова приняли тепло. Я сделал встречу в Умане, я сделал встречу в Киеве, я сделал встречу в Одессе. И что самое интересное, я ехал на мотоцикле, который принадлежал Александру, YouTube-канал Диабло, который снимал мотовлоги. И он был украинцем, а его жена живет в России, и она россиянка. Эта война настроила большинство людей мира против тех людей, которые говорят на русском. Которые не понимают, что не все люди, которые говорят на русском, являются агрессорами. Так же, как и не все русские поддерживают это и являются агрессорами. Но последствия будут ужасными. Я лично знаю, что такое война. Обстрелами, наметами. То чувство, когда ты едешь по дороге, и где-то зарыли снарядами наметные, которые хотят подорвать и убить тебя. Тревога о том, что ты не вернешься домой к своим любимым, близким людям. Люди, которые волнуются о тебе. Пули, которые свистят мимо твоих ушей. Хоть и не часто они свистели мимо моих ушей, но я запомнил это на всю жизнь. Минута молчания, которую ты вспоминаешь своих товарищей, которые погибли совершенно недавно. По возвращению домой, при любом маленьком взрыве, хлопке, запускании салюта, ты дергаешься или вспоминаешь то, что было. Многие знают, что я живу в Латвии. Латвия это маленькая зеленая страна, я не раз говорил. Я очень тепло отношусь к своей стране. Я люблю свою страну, здесь красиво, здесь спокойно. И я здесь родился. Знаете, я всегда поражался людям, которые кричат, что им здесь плохо. Я не понимаю, почему они не уезжали. Я не говорю сейчас о политике, правительстве. Я говорю о земле, на которой они живут. Всегда лучше там, где нас нет. Насчет националистов, они есть в любой стране. Но запомните, что их меньшинство. Мой отец поляк, моя мама украинка. Мой прадед и прабабушка с Украины. Мой прадед во Вторую мировую был командиром разведроты. Он прошел всю войну. Моя прабабушка прошла всю войну. Они видели все эти ужасы. После войны моего прадеда остались служить в Латвии. Моя покойная прабабушка Аня готовила самые вкусные борщи в мире. Но вместо мяса она добавляла кусочки хлеба. Я не буду вам говорить, почему она это делала. Те, кто понимает, о чем я, они поймут. Они мне рассказывали ужасы войны, насколько они могли это рассказать, потому что я был ребенком, и я хочу сказать, что я против любой войны. У меня много друзей в России, Украине, Белоруссии, Норвегии, Швейцарии, Америке, Германии, Литве, Эстонии и во многих других странах. Если кто-то из этих друзей меня смотрит, знакомых, я передаю вам огромный привет и буду рад вас видеть снова. Люди, которые живут в России, мне очень жаль, когда я вижу, что люди выходят протестовать против войны в своей стране, а их сажают в тюрьмы. Мне очень жаль, что на вас льется такой поток пропаганды, что многие уже не понимают, где правда, а где ложь, и что вообще происходит в мире. Они не видят этой реальности. Я понимаю, что в России есть очень много здравомыслящих, адекватных людей, которые не живут в зомбоящике. 8 лет назад. Где я был 8 лет назад? Знаете, вот зайдите к этому парню в Инстаграм, у него очень хороший выбор ответов. Я выбираю вот этот ответ. Но тут есть еще и другие. Посмотрите их. Не нужно мне рассказывать истории, не нужно мне рассказывать, как было прекрасно в СССР, не нужно мне рассказывать, где какие земли когда-либо были. И неужели вы думаете, что НАТО горит тем, и люди, которые живут в Европе, желают захватить Россию? Люди, которые так думают, вы глупцы. Пропаганда льется тоннами. И как я до этого и сказал, я понимаю, что трудно отличить, где правда, а где нет. Правда в силе, брат. Нет, правда в мозгах и в здравомыслии, в адекватности, брат. Знаете, не нужно, если что, к нам приходить и нас освобождать от националистов и от того, что нас тут угнетают. У нас все хорошо. Есть, конечно, какие-то моменты, какие-то споры и так далее, но в основном русскоговорящие в Европе живут хорошо. И те, кто до сих пор считают, что придут освободители и будут вас освобождать, да им похуй, куда будет стрелять. Они будут на чужой земле. Как вы этого не понимаете до сих пор? Если такое случится, не дай Боже, то вы не будете уже смотреть это по телевизору и постить смешные постики в Фейсбуке, смеяться над этим. В лучшем случае вы будете сидеть в подвале своей семьей. Это в лучшем случае. Я хочу пожелать всем адекватным и здравомыслящим людям, которые проживают в России, мира. Я хочу пожелать матерям дождаться их сыновей, отцам дождаться их сыновей, женам дождаться их мужей, детям дождаться их отцов. Людям Украины хочу пожелать мира, терпения, мужества и сплоченности, которые они уже проявили и показали. Украина сплочена, как никогда. Я высказался, мне стало намного легче, понимая, что многим от этого не легче. Понимаю, что будет в комментариях. Но я вас настоятельно прошу, проверяйте информацию ту, которую вы видите. Анализируйте и не разжигайте еще больше национальных конфликтов в тех же комментариях, телеграм-каналах, где угодно. Хотя сдержаться очень сложно. Люди эмоциональные, люди разные. Если кто-то досмотрел до этого момента видео, ребят, я простой деревенский блогер, хотел высказать свое личное мнение. Я это сделал. Посмотрите Варламова, посмотрите Птушкина, посмотрите более популярных медийных личностей, артистов. Посмотрите и послушайте то, что говорят адекватные, понимающие люди. Не знаю, как будут развиваться события. Видосы я, скорее всего, буду выкладывать, чтобы вы могли хоть на минутку отвлечься, если у вас есть такая возможность. Видосы из нашего семейного путешествия по Европе и поездка в Турцию. Совсем скоро весна. Я очень надеюсь и буду верить, что все это закончится и наступит мир. Продолжение следует...